Чуваки, мы на фароме! Сейчас покажем, какой тут вид. Очень красиво, на самом деле. Обе залетаем наверх, залетаем очень рад, залетаем, 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 залетаем! Смотрите, смотрите, смотрите! Смотрите, смотрите! Ребята, приехали мы на заправку перед угородом Ставангером. Нам еще нужно туда ехать. И нас на заправке угостили хот-догами. Это очень классно, потому что мы были как раз очень голодные. Сейчас перекусим и будем искать машину и ехать дальше. Давай покатаем. Покатаем? На перегонки? Да, выбирай себе. Давай, я черный выберу. Крова купим, а водить не научился. До последней полосы вот там. Раз, два, три. Погнали еще разок. Ожидание. Сейчас парковка вся будет забита машинами. И все машины едут в нашу сторону. Реальность. Да, нашли мы целую кучу машин. Все машины едут в нашу сторону. Небо сегодня нереальное. Как и наш автостоп. Как и наш. Реальный. Его нет. Нет, небо есть. Очень классно. Давно уже эта тема должна была быть поднята, но все как-то руки не доходили. Сколько же в Норвегии электрокаров? Они на каждом углу. Серьезно. Они просто везде. Их где-то процентов 30 от всех вообще машин в принципе. Их очень много. Они на каждом углу. На каждом углу стоит обычная заправка и электрозаправка. Везде ездят Теслы. Тесл просто очень много. Из этих 30% общего объема электрокаров Теслы это где-то еще процентов 25 от 30%. Ну их нереально много. Их просто капец. Причем самых разных. Model S, не Model S. Ну просто космос. И причем на них ездят как на обычных машинах. Ездят обычные люди. То есть там прицеп сзади цепляют и возят какие-то стройматериалы или еще что-то. Просто какое-то нереальное количество. Нас подбросили в город Ставангер. Мы сейчас ищем где переночевать. Нам чувак посоветовал в зеленой зоне напротив нас. Мы сейчас идем смотрим, а там кладбище. Как-то не очень радужно. Переночев на кладбище дома. Ну в плане в палатке, да. Какая луна крутая. Ваааа. Я такого еще не видел. Очень светло. Очень красиво, да. Сейчас 10-10.40. Но здесь офигеть как светло. И на этом фоне белая луна. То есть это как будто... Очень классно, да. На кладбище мы решили не идти. Ищем не кладбище. Просто какой-то парк, где можно три ночевать. Да. Не обязательно даже парк. Мы на самом деле ищем даже не место под тент. А ищем место... Тент было бы прикольно. Ну да, было бы конечно лучше тентом. Но вообще если как бы вариков не останется, то я... Это стрёмно. Вещи просто. Я готов поспать и в спальнике просто где-то. Город такой приятный, такой уютный. Такой милый. Такой тихий вообще. Очень классный. Домики белые все такие прям... Ааа. Комфортно. Тебе комфортно. Тихо. В домах горит свет. Все так лампово. Такая атмосферка классная. Просто супер. Хочу, хочу. Хочу дом. Классный дом, да. Смотри какой он четкий. Топовый дом. Такой вроде простой, не о чемный. Он вообще простой. Он просто куб. Ну это тупо квадрат. А он такой круг. Да. Он выделился конечно на фоне всех. Я не знаю как ему разрешили, потому что посмотри. Все дома чисто одинаковые. Все реально. В одном стиле. В одном, да. Ладно, все оставим палатку ребят. Ой ежак. Смотри он ежик. Где ежик. Слева. На наше место хочешь? Да. Мы проснулись. Доброе утро. Еще один казус. У меня короче сломался. 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 Каримат. Сломался. Вот. Я не знаю что с ним. Он тупо отстает. Клеенка отстает от внутренностей. И она короче раздувается. Там давление падает. И я с утра просыпаюсь на клеенке. Просто на вот такой вот клееночке просыпаюсь. В которой воздуха нету. Вот такая вот тема. Слышите как отклеивается? Каеф. Обожаю. 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 мы в общем попали на фестиваль сначала там были лодки огромные корабли старые спарусники крутые вообще всех всяких разных стран теперь мы вышли на площадь тут разные люди показывают свое ремесло там было дерево обработка тут каменщики там еще где-то кузница такая развернулась полевая очень круто выглядит все такое интерактивное все можно пощупать поделать побить там вкусницы детям дают одевают на них фартук и дают им поработать чуть-чуть молотком так прикольно вообще маленькие девочки подходят залазят этот черный кожаный фартук к огромный и стоят что там молоточком бьют очень-очень забавно и это все находится прямо рядом возле этих огромных кораблей прямо рядом возле старых парусников которые через несколько дней отправиться пятидневную фрегату из норвегии в голландию это будет соревнование на пять дней так понимаю жизнь кипит жизнь такая прикольная вообще тут все все радуются все всех выходной короче в парках по всему городу и просто на улицах стоят вот такие вот штрихи просто металлический штрих стоит вот вот в такой позе и все и они стоят там ну типа каких-то очень криповых таких странных и стрёмных местах вот мы идем по парку ну просто штрих стоит и тычет на дом вот там вот между прочим живут люди и они через листву видят какой-то силуэт каждую ночь представляете как им стрёмно а вторую которую мы видели статую она тупо стояла на мосту и смотрела на кладбище это это был мост снизу под мостом было кладбище и вот этот вот типуля стоял и смотрел на кладбище это просто крепота какая-то невыносимая я не знаю я не знаю зачем это 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 кандов искусство или я смотри объясните мне пожалуйста вот знаете очень приятно находиться в пригороде каких-то городов в норвегии во первых они чем-то смахивают на америкосовский пригород ну то есть вот если вы себе представляете не были еще в америке и представляете себе америкосовский пригород то вот это примерно плюс минус он и он абсолютно не похож на там киевский например потому что я живу недалеко от такого частного сектора ну и там конечно страх и ненависть это ну я не знаю там если ты даже покупаешь там дом и делаешь его идеально под себя он очень круто выглядит и все в таком духе то тебе все равно там не захочется жить потому что там очень там там все настолько стрёмное все домики рядом с тобой будут очень страшными все улочки страшные заборы страшные все все стрёмное а здесь здесь все красивое то есть каждый дом он во-первых почти каждый дом сделан в одном стиле в таком ну вот белый дом к американский я бы сказал стиль были в ставангере сейчас направляемся в берген наконец-то наконец-то в берген а тут прикольно сейчас вот да вот я говорю серьезно америка американский пригород и очень неплохой такой